До сих пор не утихает ажиотаж, связанный с сибирскими Мальдивами. Неестественная красота золоотвала ТЭЦ-5 привлекает в будние дни по полсотни человек. Выходные число паломников возрастает до трехсот. О том, что же из себя представляет бирюзовый отлив озера с золой, и что делать с таким повышенным вниманием к промышленному объекту, в сюжете Александра Попова. При посещении золоотвала мало кто доходит до этого места. Своеобразные изнанки сибирского промышленного курорта. Секрет насыщенного цвета отнюдь не в планктоне или горных минералах, а в этом прозаическом сливе технической воды. Продукты сжигания угля транспортируются по трубам вместе с водой и сливаются в золоотвал, который создан на месте бывшего оврага. Можно это сравнить с тем же самыми угольными печами в деревенских домах и золой, который удобряют огороды. То есть здесь больше именно технологические сложности, что не приспособленный для посещения людей подъезд. Здесь достаточно крутые берега, насосы работающие, технологическое оборудование, дамбы. Постепенно отходы оседают, а вода снова возвращается обратно на ТЭЦ за очередной порцией золы. Даже близко к воде здесь подходить опасно. Там иллистое дно. При попытке зайти туда, просто можно в этот ил провалиться. И оттуда не выберешься. Там нет спасателей, там никто не поможет. Яркую цветовую гамму золоотвалу придают кристаллы кальция. Переливы от зеленого до фиолетового варьируются в зависимости от глубины. Несмотря на внешнюю красоту, купаться здесь нежелательно. У воды очень высокая минерализация, щелочная среда. Фактически это мыльный раствор. Кожу не разъест, облысите, вы тоже вряд ли. Однако может быть раздражение или аллергическая реакция. Усиленная охрана, шлагбаумы. Остановить охотников за селфи-снимками чрезвычайно сложно. Поэтому на совещании представителей Сибирской генерирующей компании и правительства области прозвучала идея организовать специальную безопасную площадку для фотолюбителей. Мы будем думать над этим вопросом. Может быть мы действительно к чему-то придем и сделаем какую-то смотровую площадку, обеспечим безопасные условия. Только после этого возможно посещение туристами этого места. Пока рано говорить о том, какую стратегию изберут в СГК. Возможно, препятствием к созданию промышленной туристической зоны на Золоотвале станут не только большие затраты, но и существующие нормы безопасности, предъявляемые к таким объектам. Александр Попов, Александр Егоров. Новости ОТС. Новости ОТС.